Привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о Wobble House. Я вам сейчас покажу, как сделать самую-самую примитивную Wobble-волну, которая звучит вот так. С нуля. Звук реверберации, конечно же, убивает. Давайте начнем. Первое, что нам нужно, в принципе, это загрузить сам сервум. Вот он так выглядит. И давайте-ка сейчас сразу же мы определимся с тем, что будем использовать. То есть какие ударные. Давайте я возьму из The Central Deep House какие-нибудь ударные. Сейчас поставим здесь лимитер, чтобы ничего не клиповало. Допустим, следующий у нас будет... Сейчас мы повторим. Следующий у нас будет ударный drum loop. Так, drum loop. Мы возьмем что-нибудь попроще. Он здесь 124, допустим, ладно? Отлично. Ну, давайте сбалансируем все это дело сейчас, чтобы это хрежнули. И чуть-чуть увеличим скорость для того, чтобы у нас было что-то в районе 126 bpm. Я думаю, в принципе, нормальная скорость для данного стиля. Режим рейтник. И теперь мы уже можем, в принципе, приступать. Все вобла, в принципе, они делаются за счет огибающих. Это все понятно. Но как нам сделать так, чтобы, например, я нажимаю одну клавишу, и у нас происходит целая волна событий. Все это очень легко наруливается. Объясню сейчас как. Значит, в серуме есть восемь элофошек. Пока что здесь видно четыре, но при дополнительную, когда вы будете добавлять еще что-то здесь, вы можете добавить элофо, элофо 5 и так далее. Суть в чем? Значит, наша огибающая, она должна представлять собой такую капельку. Тогда будет ощущение, что у нас что-то открылось, что-то закрылось очень плавно. То есть резкая, плавная. Значит, скорость рейт, она у нас должна привязана к bpm быть обязательно. Потому что если мы не привяжем это дело к bpm, мы получим не очень ровный ритм. Следующий нюанс. Это значит, как вообще, в принципе, все работает. Значит, здесь есть три режима. Режим off – это когда мы привязываемся к позиции в секвенсоре. Режим envelope – это когда у нас это работает однократно как envelope. И режим триггера. Режим триггера – это наиболее как бы нужный нам режим. Соответственно, здесь мы сейчас будем и работать с этим режимом. Первое, что я сейчас сделаю. Значит, как вообще, в принципе, делается вобла. Вобла – это, смотри, какой, конечно, основная такая классическая вобла, она делается, она готовится из двух синусов. Давайте я вам сейчас покажу. То есть это два таких синуса. один будет модулировать другой. То есть вот у нас сейчас, допустим, мы выбираем ноту фа, берем октаву вниз, а здесь октаву вверх. И, соответственно, делаем fm синтез. То есть я назначаю fm-модулятором для осциллятора а, осциллятор б. Слышно, да, что это происходит. Теперь мы, как вы заметили, я, значит, для того, чтобы не играла вот эта волна, я ее сразу выключаю по громкости. Далее, что я делаю сейчас? Давайте попробуем поднять питч. Что получим? Отлично. То есть мы получаем такую, что-то, что-то близкое к тому, что мы слышим очень часто как раз в облах. Далее я что делаю? Я сюда назначаю огибающую управлять нашим значениями fm. Отлично. Все хорошо. Но есть один нюанс. Здесь еще, помимо всего прочего, мы можем работать с другими параметрами. И, соответственно, я здесь еще назначаю это на громкость, чтобы была некая динамика. После этого я еще все это дело прикручиваю к фильтру. То есть у нас сейчас, как вы видите, фильтр. Здесь заведен осциллятор А через этот фильтр. Сюда же я назначаю. И, как вы видите, почему-то значения как-то странно выглядят. Да, то есть вправо-влево. Хорошо. Значит, нам нужно поправлять все это дело. Путь простой. Заходим в матрикс и нажимаем на стрелочку. Наша стрелочка меняется на тип. То есть либо как бы она двигается. Однополярная – это вот такая стрелочка. Биполярная – это как бы стрелочка вправо-влево. То есть сейчас мы имеем однополярную стрелочку, которая идет вверх. Далее что мы здесь можем сделать? Мы можем сделать следующее как бы самим басом. То есть если, допустим, мы хотим, чтобы наши огибающие, наш пич и так далее, да, не менялись в зависимости, не в зависимости от нажатия клавиш. То есть мы нажали на клавишу, и у нас играет одна большая партия. Тогда здесь мы должны программировать вот эти все дополнительные лофошки. Для пользователя лоджика, конечно же, здесь все намного проще, все намного круче. И здесь, допустим, я сейчас создам эту длинную-длинную ноту. И давайте посмотрим, что она будет делать. Вот я включаю. Не очень-то интересно, да, получилось. Но, в принципе, что нам нужно здесь сейчас сделать, это уже слышно. Нам нужно здесь разнообразить. То есть наша мелодия должна как-то, что-то с ней должно происходить. В основном с воблами играют с пичом. То есть, если, допустим, что меняется, то меняется в основном пич. Если пич, то тогда, соответственно, мы тыкаем на наш параметр пича, заходим. И, соответственно, мы берем и меняем наш пич. Уже что-то интереснее нарисовывается. Это очень хорошо. Давайте попробуем сделать такую штуку. То есть я сейчас нарисую просто огибающую. И, соответственно, подумаем, как это вообще получится. Послушаем. Здесь получилась такая ритмическая фигура. Я бы сделал немножко по-другому сейчас. То есть я бы просто взял и откопировал. Следующее, что бы я сделал, это поменял бы здесь наш рейд. То есть давайте послушаем, как это будет. Слышно, что здесь вот из-за изменений рейд происходят интересные такие ритмические изменения. И, соответственно, нам нужно сейчас добиться, вот как раз за счет изменения рейд, мы должны добиться разнообразия в нашей партии. То есть сейчас, допустим, у нас партия играет сначала одну четверть рейд, потом она уходит в одну восьмую. Например, слушаем. Ну, так. Давайте попробуем немножко по-другому сделать. Так. Не очень интересно. Можем попробовать здесь, так. А здесь так вот. Помимо 1 четвертого, у нас одна вторая есть. Мы можем... Отлично. Дальше. Допустим, мы здесь сделаем паузу небольшую. И, допустим, допустим, сейчас я здесь сместил одну ноту, соответственно, для того, чтобы наша партия уже казалась... ну, звучала чуть более разнообразно. Давайте послушаем. Далее мы идем в наш FX-чанел на нашем супер-мега-синтезаторе. И давайте дальше рулить уже здесь различными дисторшнами и так далее. Получать интересные результаты. В режиме диод можно попробовать что-то поправить, то есть что-то порулить. Мы сейчас попробуем. Также мы сейчас попробуем наш эквалайзер чуть-чуть применить. Я сейчас попробую замодулировать гейн. Также я сейчас подключу Hyper-In Dimension. Так, сейчас послушаем, что получится. Прошу прощения, я же сам напугался. Так, давайте чуть-чуть убавим. После этого мы можем, в принципе, попробовать послушать с сайдчейном. Что мы получили. Можно немножко теперь сам синтез чуть-чуть поджать. Попробуем это сделать сатурном. Сатурн замечательно для этих целей. Тоже подходит, если есть, ручка в виде дайна. Попробуй другой же. Как вы слышите, у нас сейчас бас играет, но чуть-чуть не хватает такой остроты, соответственно, остроты ритмики самой. Давайте попробуем немножко, чуть-чуть, это скругление спустить вниз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее мы сейчас еще повесим ревер. Послушаем, как это будет звучать с реверберацией. И попробуем применить очень интересную фишечку. Наш Envelope, наш огибающий, мы применяем к реверберации. То есть, в момент, когда ревер, когда синт не звучит, начинает звучать ревер. И теперь далее мы еще сюда добавим самую волну, для того, чтобы добавить немножко гармоник. Также, помимо всего, мы здесь еще сделаем, уведем рандом наш, сделаем фиксированный старт осцилляторов, для того, чтобы он все хорошо смикшировался с собой волной. Вот наша волна. Ну и немножко, все равно, добавим чуть-чуть середины. И чуть-чуть мидбаса. Так, в принципе, довольно неплохо. Этого достаточно, чтобы начать какой-то трек. Сейчас я послушаю, как это звучит с сабвуфером. Чуть-чуть здесь добавим. Так, можно немножечко добавить еще чуть-чуть компрессии основному звуку, чтобы он... Чтобы вот эту яму... Даже не компрессия. Можно немножко добавить рбаса, для того, чтобы добавить... Для того, чтобы появились теплые гармоники. Пожалуйста, наши гармоники появились. Можно послушать. По-моему, присед получился замечательный. Можно лишь только пообрадоваться, порадоваться. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok